Торжественная церемония вступления Владимира Владимировича Путина в должность президента Российской Федерации. 7 мая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца прошла инаугурация президента России Владимира Путина. Он отправился на церемонию из своего рабочего кабинета в Кремле. Перед произнесением присяги пожал руки хирургу Леониду Рошалю и спикером Верхний и Нижний палат Российского парламента Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину. Церемонию начал глава Конституционного суда Валерий Зорькин. Президент произносит народу присягу в соответствии с текстом, утвержденным Конституцией. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России. Глава государства обратился к россиянам с речью. В первую очередь поблагодарил за доверие и выразил почтение участникам специальной военной операции. Владимир Путин назвал приоритетами страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций. Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Использовать для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции. При этом подчеркну, результаты этой работы в решающей степени зависят от нашего единства и сплоченности. От общего стремления приносить пользу Отечеству, защищать его, трудиться с полной отдачей. Президент заявил, что Москва продолжит работу с партнерами по евразийской интеграции и с другими суверенными центрами развития. Он подчеркнул, Россия не отказывается от диалога с западными государствами, но только на равноправной основе. После официального вступления в должность Владимир Путин принял парад президентского полка на Соборной площади. А затем отправился в Благовещенский собор. Там патриарх московский, всеярусий Кирилл, совершил благодарственный молебен. Помогай вам Богу и дальше отнести то служение, которое сам Бог на вас возложил. С любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить. Может быть иногда через то, что в обычной жизни как бы через это переступить невозможно. Но вот это дерзновение, это сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны. Вечером 7 мая федеральное правительство и администрация президента сложили полномочия, как того требует Конституция. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Прежние министры и зампреды продолжают работу, но в статусе исполняющих обязанности. Так будет до утверждения нового состава правительства. Напомним, Владимир Путин победил на мартовских выборах, набрав 87,25% голосов. Это самый высокий результат за всю его карьеру. Нынешний срок станет для главы государства пятым. Субтитры создавал DimaTorzok